Участники проектного офиса «Уютный Ямал» в течение всего лета изучали и анализировали предложенные инициативы жителей Ямальского района. В конечном итоге в шорт-лист финалистов вышло 7 проектов из 6 поселений Ямальского района. А уже со 2 сентября жители смогут проголосовать за понравившиеся инициативы на платформе «Живем на севере». Более подробно о процедуре отбора финалистов и голосовании смотрите в следующем сюжете. С марта по май 2020 года жители поселков Ямальского района предлагали свои инициативы и озвучивали проблемы, которые, по их мнению, нуждались в решении в рамках проекта бюджетных инициатив граждан «Уютный Ямал». В этом году жителям Ямальского района направлено 39 предложений по реализации. После публичной защиты перед своими односельчанами осталось 35 заявок. Вы понимаете, это не просто заявки, это оформленные проекты, проработанные, продуманные. В течение летнего периода участники проектного офиса, согласно критериям конкурса, просмотрели все заявки и определили 7 лучших. Критерии для отбора были строгими, но объективными. В финал должны были пройти самые подготовленные и актуальные идеи граждан. Особое внимание, конечно, это актуальность, значимость данного объекта и проекта. Масштабность его использования, то есть для какого количества населения данные объекты будут применимы и эффективны. То есть это самые основные критерии. Абсолютно никакого, скажем, отношения суммы не влияло на выбор того или иного самого проекта и объекта. Некоторые из проектов, не вошедшие в шорт-лист финалистов, но в то же время являющиеся достаточно актуальными, уже реализуются на территории Ямальского района. Это еще раз подчеркивает значимость народных инициатив и высокую поддержку местных властей. Первый проект – стоянка возле нового детского сада. Как вы знаете, там у нас идет очень активное строительство сейчас новой уличной дорожной сети. Стоял детский сад, точнее стоит и находится. И очень большое количество и детей, и родителей имели дискомфорт при доставке туда своих детей. Поэтому приняли решение с точки зрения, первое, это безопасности, второе, для комфорта нашего населения реализовать этот проект, не дожидаясь уже, скажем так, результатов общественного голосования. В финал вышло семь проектов из шести поселений Ямальского района. В селе Сиеха – это инициатива по установке устройства системы звукового обеспечения поселка. А в селе Мыскаменный лучшим стала идея создания пешеходного тротуара по улице Геологов. Лидирующую позицию в селе Новопорт занимает проект установки въездной стелы в поселок, а в Панаевске – установка мостика через теплотрассу по улице Вану и Таенса. Финальной инициативой в селе Салимал стали строительство двора мечты по улице Первомайской и благоустройство по улице Новая от четырех домов. В Ярселе лидирующую позицию занял проект обустройства зоны каворкинга в городе Мастеров. Очень разные проекты. У кого-то были глобальные, направленные на всех жителей сельского поселения, а у кого-то были маленькие, частные, направленные на улучшение жизни возле своего дома, для нескольких семей проживающих, для своих соседей, для людей, которые пользуются каким-то одним переходом. Ну вот у каждого своя проблема, она для кого-то может показаться неважной, ерундой полной, но для человека, который писал этот проект, она важна, нужна, и он посчитал нужным, что он должен это сделать для того, чтобы облегчить и улучшить жизнь себе и своим соседям. После определения финалистов жителям Ямальского района предстоит сделать уже окончательный выбор в пользу тех проектов, реализацию которых они хотят видеть в 2021 году. Для этого нужно лишь проголосовать за понравившуюся инициативу. Вот сейчас, дорогие ямальцы, очень важно. Со 2 по 10 сентября на платформе «Живем на севере» проголосовать онлайн за понравившийся проект. 11, 12, 13 сентября у вас есть возможность проголосовать очно. Хочу акцентировать, голосуют граждане, достигшие 18 лет и старше, и по условиям конкурса зависит от количества голосов, победит ли ваш проект или нет. От каждого сельского поселения должно за проект поселка проголосовать не менее 50% от зарегистрированных жителей поселка. Проще простого организоваться всем и онлайн проголосовать один раз, и очно проголосовать один раз. Поддержка проектов жителями является очень немаловажным фактором в их дальнейшем будущем. Уже не первый год благодаря инициативам граждан в Ямальском районе появляются все новые и новые объекты благоустройства. Мне хочется отдельное спасибо сказать и инициативным группам, и тем людям, которые их поддержали, голосуя за эти проекты на наших платформах. Поэтому низкий поклон всем, и я надеюсь, что это только начало большого пути, где мы вместе будем принимать решения, как улучшить жизнь каждого человека в Ямальском районе, и что для этого нам необходимо вместе сделать. Ямальский район – один из лидеров по количеству поданных заявок во всем Ямал-Ненецком автономном округе. И это значит не то, что у нас больше всех проблем, чем в других муниципальных образованиях. Это говорит о том, что несмотря на транспортную отдаленность, определенные ограничения нас, жителей Ямальского района, мы можем быть в лидерах всего округа. Мы гордимся вами. Старайтесь. У нас все получится. Евгений Алабушев, Иосиф Щелоков. Ямальское телевидение. Ярсель.